Пётр Мыца, житель села Абаклия, района Басарабяска, в годы массовых депортаций был в числе репрессированных. Сидя за одним столом с представителями молодого поколения, он с особой дрожью в голосе начал рассказывать, как его вместе с родителями забирали из родного дома. В 1949 году в два часа ночи был стук в окно. Пришли люди в военной форме. Папа открыл дверь, а они сказали, что вы арестованы. Нужно было отдать им всё наше имущество – бочки, лошадь, корову. Сказали, что оно принадлежит государству. Забрали весь хлеб, а моего брата Иона застрелили прямо на вокзале из-за того, что он взял один початок кукурузы. В Сибирь арестантов отправляли в вагонах, в которых перевозили скот. По словам Петра Мыца, более страшной дороги в его жизни никогда не было. «Нам в сутки давали стакан воды. В пути мы были 70 дней. Случилось так, что с нами в вагоне была девушка, которая в дороге родила. И сколько ребёнок мог выдержать без еды, когда маме было нечем его кормить. Через 19 суток он умер. Малыша выкинули через окно. А если кто-то из взрослых умирал, открывали дверь, выбрасывали его и ехали дальше». Сидевшие рядом с репрессированным представителем молодого поколения слушали рассказ Петра Мыца с замиранием сердца. «Когда читаешь книгу о таких событиях, не испытываешь особых чувств, потому что это написано на бумаге. А когда кто-то рассказывает, воспринимаешь информацию по-другому, потому что видишь эмоции человека». «То, что рассказывается на встрече, никогда не найдёшь в книге. Мне кажется, что таким образом мы можем развить у молодёжи интерес к событиям прошлых лет, а также воспитать уважение к представителям старшего поколения». Сколько людей было репрессировано в селе Абаклия, сказать сложно, так как информация сильно разнится. Однако сегодня в живых осталось всего 9 человек.